В истории литературы не так много женщин-писателей, а прославленных и того меньше. А писательница, автор единственного романа, принесшего ей мировую известность, вообще одна. Ее имя Маргарет Митчелл. Эта женщина и ее книга получали самые разные оценки. Одни считали, что унесенная ветром бульварная чтива, проходная книга. Акцентировали внимание на исторических неточностях и ошибках. Критиковали персонажей повествования. Однако имена этих критиков канули в лету. А роман живет уже не один десяток лет и привлекает новых и новых поклонников. Унесенные ветром экранизировали в 1939 году. Лента восемь раз получала самую престижную награду в мире кино – Оскара. И до сих пор находится в списке лучших мелодрам за всю историю кинематографа. И все это – заслуга первоисточника. Родина Маргарет Митчелл – та самая Атланта, штата Джорджия, которая описана в ее знаменитом романе. Именно там, в достаточно благополучной и обеспеченной семье адвоката, она и родилась 8 ноября 1900 года. Наполовину ирландка, наполовину француженка, девушка была до мозга костей южанкой. К моменту рождения Маргарет родители уже воспитывали старшего сына Стивена. Отец Юджин Митчелл – адвокат, занимался правовыми вопросами, связанными с недвижимостью. Именно его стараниями семья получила возможность вращаться в высшем обществе города. Мужчина был отлично образован. Он возглавил городское историческое общество и в юности мечтал о писательской карьере. Юджин старался дать детям хорошее образование, сам занимался их воспитанием, учил уважать прошлое и своих предков. Именно от него сын и дочь часто слышали рассказы о гражданской войне. Мать прививала Маргарет чувство вкуса, учила разбираться в жизни, людях, растила из нее настоящую леди. А дочь в это время серьезно увлеклась кинематографом, проводила время за чтением приключенческих романов, обожала верховую езду и лазать по деревьям. Способности к писательству проявились у девочки еще в школе. Именно ей принадлежит авторство пьес, поставленных ученическим драм-кружком. После школы Маргарет поступила в Вашингтонскую семинарию, часто бывала в филармонии Атланты. Помимо театра девушка живо интересовалась журналистикой. Она редактировала школьный ежегодник под названием «Факты и фантазии». Ее выбрали президентом Вашингтонского литературного общества. Окончив семинарию, Маргарет стала студенткой колледжа Смит в Нордгемптоне, штата Массачусетс. Девушка занялась изучением философии и психологии. Вскоре, однако, ей пришлось вернуться домой, в родную Атланту. Умерла ее мать, а отец нуждался в ее помощи. Теперь 18-летняя Митчелл хозяйничала в поместье, управление легло на ее плечи. Биография писательницы во многом сходится с жизнью ее литературного персонажа Скарлетт О'Хара. Дерзкая, смелая и очень умная Маргарет не только вела домашнее хозяйство. В 1922-м она начала писать очерки для журнала «Атланта Джорнал». До мировой славы было еще далеко. А пока, в 1926-м году, Маргарет лежала дома со сломанной ногой. Она отказалась от сотрудничества с журналом, в котором трудилась не один год. Девушка решила заняться написанием самостоятельного произведения и пыталась отнестись к событиям объективно. Однако приверженность южанам пересиливала, и события, развивающиеся в романе, получали ее собственную, субъективную трактовку. При этом начинающая писательница все же старалась не искажать исторические факты, принимала во внимание описания, которые она ходила в разных источниках. Маргаретт даже встречалась с бывшими участниками боевых действий, брала у них интервью. В 1936-м году книга вышла в издательстве «Макмиллан». Спустя год автору романа вручили Пуллицеровскую премию. Количество проданных экземпляров романа зашкаливало буквально с первого дня поступления его в продажу. За полгода раскупили произведение тиражом в один миллион. В наше время «Унесенные ветром» продаются также успешно – ежегодно по 250 тысяч экземпляров. Роман уже переведен на 27 языков, его читали во всем мире. Только в Соединенных Штатах эту книгу переиздавали 70 раз. Право экранизировать популярный роман продали за рекордную по тем временам сумму – 50 тысяч долларов. В 1939 году режиссер Виктор Флеминг снял одноименную картину по произведению Маргарет Митчелл. Главную мужскую роль Реда Баттлера исполнил популярный актер Кларк Гейбл. Вивиен Ли сыграла Скарлетт О'Хара. Писательницу не раз спрашивали, будет ли продолжение полюбившейся истории. Однако она отказывалась от его создания. Мало того, согласно завещанию Митчелл, после ее смерти было уничтожено все, что она написала за много лет. Поэтому трудно что-либо сказать о полной библиографии писательницы. Если и существовало продолжение истории о смелой девушке Скарлетт, то узнать об этом никто уже не сможет. Других произведений авторства Маргарет Митчелл просто нет. После выхода романа на Маргарет Митчелл обрушилась всемирная слава. Будучи человеком непубличным, женщина тяготилась ею. Ей претило повышенное внимание к себе. Писательницу звали читать лекции в университете. Журналисты постоянно просили ее о встречах и интервью. Каждое издание публиковало отзывы на ее роман вместе с фотографией Митчелл. Жизнь писательницы с мировым именем трагически оборвалась 16 августа 1949 года. Ей было всего 48 лет. 11 августа Маргарет и ее супруг направлялись в кино, собирались смотреть кентерберийскую историю. На нее налетел автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель по имени Хью Гревит, бывший работник службы такси. 16 августа, не приходя в сознание, Маргарет Митчелл умерла. Многие фразы из романа Митчелл разошлись на цитаты. О ее жизни и творчестве сняли документальную ленту, сжигающая страсть история Маргарет Митчелл. Она осталась в истории литературы как автор бессмертного романа «Унесенные ветром». Митчелл. 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 Продолжение следует...